Олег, в выступлении на этой школе мне тоже было очень интересно узнать о ваших работах с покровными культурами. И я думаю, что это тоже многим будет интересно, именно как на практике, какие культуры, как вы пришли к идее высевать покровные культуры. Пару слов об этом, пожалуйста. В годы три назад был звонок. В Тульской области звонил Константин, хороший знакомый, которого я еще ни разу не видел. Общаемся чисто по телефону, по WhatsApp. Человек, который пришел совершенно с другого бизнеса, человек в возрасте 40 лет, и он себе целью задался выращивать экологически чистые продукции. Попросил моей помощи, консультации, смогу ли я ему чем-либо помочь. Тогда подумав то, что у меня было в голове, то, что за мои, так сказать, скромные почти 50 лет в сельском хозяйстве, мы придумали с ним три года назад коктейль седиратов посеять. Посеяли, удачно, были проблемы, но были проблемы в урожайности, но в другом проблем не было. То есть урожай культуры получили без единого килограмма удобрения, без единого литра, грамма пестицидов. Да, были промахи, да, были неудачи в этом. То есть в этом коктейле были те культуры, которые угнетали другие культуры. Опять повторюсь, те скультуры, которые у нас в коктейле участвуют, вот они все. Мы составили коктейль из пяти и шести культур, которые по вашей зоне пропорции. Дальше будет слайд, как мы эти пропорции подбираем. Не то, что там килограммы и все остальное, один из вариантов. Там, ну, расторожь, очень хорошая культура. Ушел копать дальше. Было два случая, случайных. Это посев подсолнечника в кабачок. В школе я это говорил. Когда кабачок падалица кабачка, зашла в подсолнечник экспресса, по технологии экспресса. И грандстаром обработав, зашли в ряды, там кабачок как рост, так и растет, и сказал только спасибо. И подсолнечник, который рос около кабачка, у него визуально был толщий ствол, и больше корзинки, и больше облизделись. То есть это мы визуально увидели, чисто случайно. Теперь мы в наши коктейли добавляем кабачок. Это случай. Так получилось. Кабачок. Случайный опыт. Выехали у соседа в аренду, брали поле, 60 гектар. Фермер. Выращивают кабачки. Посеяли прямым сеймом подсолнечника. Обработали грандстаром. Идем по рядам, кабачок растет. Думал, случайно. Кабачок растет. Фу, грандстар, не бойится оказывается. Затянил. С подсолнечником не конкурент, а не два дружбана. Это помогает затенять. Вообще шикарно. Работаем дальше. Испытываем. Испытываем по рекомендации Юрия Сидоровича Спиридонова. Юрия Яковлевича Спиридонова. Институт фитопатологии. Он испытывает пестициды в лабораторных условиях, мини-парниками. Мы зимой, делать нам нечего. Либо думать, либо на конференции, на школы ездить. Мы испытываем коктейли седиратов. Микропарник и культура. В данный момент кабачок мой любимый. Вика, бобы, рапс, редька, дайкон, соя. Проса, сорга, овес, кукуруза, люпин, лен. Что-то еще из крестоцветных. Горчица, наверное. Возможно, горчица белая. Это что-то другое еще. Редька масличная. Я один из примеров. Может быть, та же редька масличная. Один из примеров. То есть я эти коктейли делаю и в духовой шкаф для проращивания. И тут же сажаю в такие же ящички, сажаю подсолнечник отдельно, кукурузу отдельно, лечмень отдельно. И смотрю на развитие. Если в этом коктейле подсолнечник развивается точно так же, как и в том, в котором я рассыл отдельно, значит, я попал. Хорошо. Если что-то его душит, значит, я ищу причину. То есть я что-то в коктейле меняю. Зима впереди. Варианты можно сделать сколько угодно. Это не в поле. Посеял и не получилось. Ладно, следующий. Вот еще раз посею. Блин, холод уходит. Это с перидоном Юрий Яковлевич. Это патология. Грунчин. Зачем вы этим занимаетесь? Раз в году. У нас в лаборатории мы занимаемся 365 дней в году. 24 часа в сутки. Гербициды, пестициды. Шлепаем, как делать нечего. Если бы мы раз в году делали, мы бы половину гербицидов, пестицидов там не увидели, фундицидов. Разные культуры намешиваем. Смотрим, как они растут. В отдельности, в смеси. И уже подбираем. Опытным путем. Не один раз в год на делянке, в поле. Получилось, не получилось. А здесь в маленьких ящичках вариантов много можно заложить. Можно несколько раз дублировать, повторять. Зима большая. Чем мы сейчас и занимаемся. Почему? Потому что я уверен, что с помощью коктейля Сидирата и при нашей технологии наутил можно спокойно обходиться. Без удобрений и без пестицидов. И выращивать, говорят, экологически чистую продукцию. Органическую, давайте так назовем. Органическую продукцию, которую можно спокойно кушать. Вот какие-то уже у вас наработки по подбору коктейлей покровных культур. Вот есть уже, что вы могли бы сказать, что вот эти культуры очень хорошо сочетаются. Что-то вот могли бы какие-то дать, поделиться какими-то рекомендациями по сбору таких смесей. Значит, первое, очень хорошо дружат друг с другом. Мы уже испытали, это века, это овес, но сочетание века и горчица хорошо дружат, но века, овес, горчица дружат плохо. То есть, горчица мешает обсор. Вот как-то надо это поймать. Дальше. Есть сочетание хорошее. Фацелия, горчица, подсолнечник. Все три растут великолепно. Но, мне нужно туда добавить злак. Либо это суданка, либо это проса, либо это овес. Идут испытания, пока ничего не скажу. Почему злак? Потому что для того, чтобы на поле было больше углерода. Те растения подсолнечник, фацелия и гречиха, мне углерод не дадут. Ну, и дадут его очень мало. И плюс в эту смесь мне нужно добавить бобовую культуру. Задача такова, чтобы соотношение в нашей зоне, в Воронежской области, углерода и азота было 30 к 1. То есть, мне нужно 30% иметь тех растений, которые создают углерод в своей биомассе. биомасса не только над землей, но и биомасса под землей, корневые, корнем очковатая система. И плюс добавить туда бобовые культуры, потому что у нас есть три халявные энергии. Это солнце, это воздух, это азот, которые растения спокойно могут улавливать и превращать это в питание для растений. Нужно этим воспользоваться. Нужно сделать коктейли таким образом, чтобы они смогли все это уловить, максимально создать максимальную массу и в дальнейшем кормить корни, кормить биоту. А биоту уже начнет кормить почву, а почву начнет кормить уже культурные растения, которые дальше будем расти. Почему мы говорим, что коктейли для чего? Промежуточную культуру. Главное, чтобы у нас живые корни были 365 дней в году. А каким способом вы это сделаете? Другой это ваша проблема. Земля говорит, у меня должно расти 365 дней в году на этом месте. Как жена говорит, хошь-не хошь, как-то мне вдоль, но в 9 часов у меня секс. А ты на рыбалке еще на твоих проблемах? Так и здесь. Кроме этого, сейчас закладываю опыты по возделыванию основной коммерческой культуры, но в коктейле. это как? Интересно. То есть, как пример, есть опыт, но пока нужно его, это опыт в качестве эксперимента. Мы берем кукурузу и добавляем туда люпин, гречиху, фацелию, овес, рельку масличную либо рельку дайкон в эту смесь и вместе с кукурузой сей. Кукуруза на товарную культуру. Мы называем кукурузу на початок, на зерно. То есть, эти все культуры, по моему опыту, по тому, что я получил пока в лабораторных условиях, не в полевых, а в лабораторных, они не угнетают кукурузу. Кукуруза растает высокая, вопросов нет. То есть, ну и початок, все культуры, которые я сейчас назвал, они будут ниже, чем расположение початка, либо наравне, либо ниже. То есть, они не создадут мне проблемы при уборке. Интересный опыт, конечно. Мы будем заинтересованы проследить за его результатом. И я думаю, что это очень нестандартно. А в какую фазу высеваются вот эти культуры, которые будут... А что интересно, они высеваются одновременно с кукурузой в одной сейлке. Да? В междуряде? Нет, да, они высеваются сплошным севом. Здесь одна проблема сделать так, чтобы кукурузу можно было убрать. А вот кукуруза не будет никакого угнетения, она сумеет уйти от них. Дело в том, что лабораторный анализ, который я сделал, то есть, что мы делаем? Мы сеем кукурузу отдельно, а смеси, которая с кукурузой, в нескольких баночках отдельно, в нескольких емкостях. И наблюдая, как развивается кукуруза в данной смеси, и как развивается кукуруза отдельно. Если это развивается, они развиваются параллельно, и нету гнетения, тогда мы правильно подобрали смесь. То есть, святое место, пустое не бывает. Остальники не вмешаются вот в этот? Я думаю, что нет. При данном коктейле, то есть, нужно подобрать те коктейли, которые, первое, быстро развиваются, быстро, то есть, они быстро закрывают почву. Нам нужно где-то 7-10 дней, чтобы ничего не росло. Почему? Потому что, посеяв данную смесь, мы обрабатываем лифосатом на 3-4 день. То есть, при классической технологии это сделать невозможно было бы. Конечно. Это можно сделать только при нашей технологии на мультил. То есть, мы обрабатываем лифосатом, и спокойно у нас есть примерно, я мало сказал, примерно 2 недели. За 2 недели эти растения наши культурные взойдут, те сорняки, которые выйдут оттуда, они скажут, а что нам тут делать? Тут, ребят, место-то занято, нам тут делать не верят. Тем более, с осенью мы убили многолетние сорняки, взойдут только однолетки. Однолетки – это не конкуренты к культурному растению. Разве можно найти конкурента, к примеру, рыжику? Можно ли найти конкурента ржи? Это хорошие сидераторы, которые могут забивать любые сорняки. То есть, тут есть много еще места для того, чтобы... Способы посева. Пожалуйста, что нам мешает в кукурузу на 5-6 листе внести коктейсидератор? Или по визитирующим, озимые. Но опять надо подбирать, что, когда, надо смотреть. Или в междуряде, то есть, Михаил Иванович, пшеница, широкорядный способ посева. Есть такие способы. То, что я говорю. Да. Пожалуйста, все эти. Мне всего, больше всего вот этого нравится картинка. Знаете, почему? Это вот коктейль сидератов перетракторов. это ролик и коток, который рубит. А это селка прямого села. Это вот моя мечта. Здесь нет ни одного килограмма пестицидов, ни одного килограмма удобрений. и максимальный урожай. Ни одного килограмма глимфосада. Вот это моя мечта. Я к этому сейчас иду. Как достигать другой вопрос? Какими путями идти? румом. Если у вас есть техколея, есть хороший рум, который идет по техколее, в данный момент это джиндир самоходный, два в одном, плюс рум. Если у вас пшеница начала выкалашиваться и в это время раскидать коктейль сидератов, что нам мешает? Ничего абсолютно. Пока пшеница у нас уборки минимум месяц проходит. Коктейль сидератов не конкурент. Единственное падлица, не падлица, а как мы ее называем, подмон, надо смотреть, надо подбирать клея коктейля сидератов. То же самое в подсолнечке, то же самое в кукурузе. Что нам мешает? Вот на коктейле. При уборке кукурузы уже коктейль там растет под горох. Он уже там я бы кукурузу убрал, нас с дозерном мне все равно. Но коктейль там уже. То же самое после подсолнечника. Коктейль там уже. Какие культуры? Думай. Подбирай. Смотри. Когда-то 10 лет назад уже больше, в 2006-м, то уже получается 13 лет назад мы когда вот это щелчок произошел, мы тоже думали, это космический корабль, а потом пройдя, пройдя этот этап, мы говорим, да нет, ребята, это только первые ступени, то только, только, только первое. До космоса еще нам далеко. Уменьшение удобрений и СССР я считаю, немного нужно сделать для того, чтобы вообще уникнуть удобрений и СССР. Опыт есть. Опыт положительный. К этому нужно стремиться и много туда не нужно денег, ума. Просто терпеливо, терпеливо туда идти. Делать шаги, ошибаться. У меня принцип такой. Лучше сделать и пожалеть, чем всю жизнь жалеть, что-то не сделал. Ну, мы говорили о здоровой пище, но я вижу перед собой человека такое ощущение, что явно импонирует здоровый образ жизни. Нет, не исключительно могу позволить. Я смотрю на физическую форму, я думаю, что наверное, какой-то физической активностью занимаетесь. Да, То есть, первое, это ранний подъем, второе, остается, тому Бог дает. Да, в остальных отнимает нам отдает. И с первыми лучами солнца человека обогащается энергией. Это первое. Второе, не надо мешать в кучу все. Питание. Питание. Вот я уже часто встречаю людей, которые четко просмотра связь, кто внимательно относится к своему здоровью, питанию, они внимательно, заинтересованы относятся к здоровью почвы. Есть такое? Наверное, есть. Тоже вы организовает живой организм. Есть аналогия, да? Конечно, потому что мы же хотим, чтобы природа была живой. Почему? Потому что я хочу жить. Я не хочу быть толстым, я не хочу быть неопрятным, я не хочу быть больным. По своей глупости, по своей лени. Что проблема мне сегодня было встать в 5 утра, сделать зарядку. На нашем этаже, где мы проживаем, в тренажерный зал, я посвятил себе 30 минут. В удовольствие позанимался. И мы сегодня с 8, ну, с полдевятого утра и сейчас время 10, то есть мы 12-13 часов, грубо говоря, отбарабанили на конференции, мы сидим спокойно разговаривая, усталости в глазах, но если есть, то так. От полученной информации может быть. больше от полученной информации, чем от какой-то работы. И я замечаю, что люди, которые внимательно относятся к здоровому образу жизни, они внимательно относятся и к здоровью почвы. Вот, наверное, тут есть какая-то взаимосвязь. Потому что человек, который невнимательный к себе, он невнимательный к тому, что его окружает. А почва – это тоже живой организм. живой. И может быть, то, что вы делаете у себя, когда заботитесь о здоровье почвы, это тоже есть аналогия того, как человек относится к себе, к окружающему миру. А здесь, наверное, аналогия немножко в другом. То есть, все мы посланы сюда Богом для того, чтобы что-то совершить. Мы с вами созданы для того, чтобы здесь совершить. Посланы. У каждого какая-то есть своя миссия. Миссия. У нас с вами миссия из, грубо говоря, похоты, уграбления почвы. Сказать, ребята, стоп, 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 стоп. То есть, Господь нашими руками останавливает то, что наши деды, прадеды, отцы делали. Они делали по убеждению, не по убеждению, ошибочно, неосознанно, неосознанно. Другой вопрос. Нельзя, мы не можем их осуждать. Это было другое время. Зачем? Оно было. Плохое, хорошее, оно было. И от этого никуда не денешься. Но Господь говорит, стоп. Это было, но это неправильно. Нужно исправить. Вот мои ключики, которые это все исправят. Михаил, Олег, Романьков, Хоришко, масса других наших единомышленников. То есть, это те инструменты, которые должны что-то сделать. Кто-то не справился, на место него придут один, другой, второй, третий, лучше, успешный. Неуспешный, значит, их сменит более успешный. Но мы считаем, я считаю, что мы идем по правильному пути. То есть, в здоровом теле здоровый дух, в здоровой почве здоровая пища, здоровая пища, вы здоровы. Наше поколение здоровое. Круговорот, брат. Круговорот, брат. Все замыкается. Все замыкается абсолютно. Нам же цель дали, что мы должны жить больше 65 лет. Это нужно как-то раздревелиться. Ну, теперь не волнуйся, не спросить, сколько вам лет. В этом году полденник. Ну, а вы видите великолепно. Я уже дед. Мне иначе нельзя. Это пример внуку подавать. Понятно. Я желаю вам не сбиваться с этого пути. Ваш пример заразительный для многих людей. И когда видишь человека, который рассуждает о здоровье почвы и сам находится в хорошей форме, это видно, это заставляет, хочется подражать. И я думаю, ваш пример будет заразительным для многих, и особенно для молодежи, которые думают, в каком направлении идти, какие ставить для себя приоритеты, с кого брать пример. Вот я один из примеров открыл в вашем лице. Продолжение следует...